Рак Реклама 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 настороженность врачебного персонала, медицинских работников в отношении онкозаболеваемости, онконастороженности к населению. У нас район не совсем благоприятный, так как много заводов, предприятий, потому онкозаболевания встречаются часто. И в связи с этим надо всегда иметь в виду, что такое заболевание может быть, что его надо на ранней стадии выявить, диагностику сделать правильную, назначить раннее лечение, и тогда у нас будет хороший исход заболевания и большая вероятность выздоровления пациента. В широких кругах населения сложилось ошибочное мнение, что диагноз «рак» равносилен смертному приговору. Но, как утверждают специалисты, причина высокой смертности кроется не только в коварности этого заболевания. Рак – это излечимое заболевание. И многие больные погибают от онкологической патологии не потому, что у них появилась эта патология, а потому, что многие отказываются, от лечения. Многие своевременно не начинают все это, или времени нет, одни объясняют так, в некоторых страх перед онкопатологией. Это ошибочное мнение. Такое ошибочное мнение широко распространено еще и потому, что больше говорят о смертности от этого заболевания и гораздо меньше приводят положительных примеров. А ведь таковые есть. К примеру, жительница села Стройнцы Рыбницкого района Юлия Паил, спортсменка, активистка, можно даже сказать, двигатель всех самых интересных мероприятий в ее населенном пункте. Глядя на эту оптимистичную женщину и не подумаешь, что на ее долю выпало тяжелое испытание. Вот уже 18 лет она справляется со своим недугом. В 1992 году, пройдя очередной медосмотр, как мы с работы нас направляли на медосмотр, и пройдя медосмотр, обнаружили у меня фиброма кожи левой молочной железы. Но я чувствовала, болела, болела, грудь болела. И вот тогда Виктор Васильевич оперировал меня. И сдали на анализ и сказали, что это доброкачественная опухоль, ничего страшного. И прошли 4 года. В 1996 году меня готовили на операцию по поводу камня, жальщины пузыряли. А у меня были сильные боли в грудь, в левой молочной железе. Сильные боли. И тогда пригласили онколога и проверили, взяли анализы, сказали, что прекратить никакую операцию, направили меня в Кишинев. И поехала в Кишинев, и там даже не стали задумываться, сразу взяли на стол и оперировали. Прооперировали и как бы удалили грудь, не только грудь, лимфоузлы были под мышкой, и все удалили. И удачно, хочу сказать. Сейчас Юлия рассказывает свою историю без страха в глазах и даже с улыбкой. Но пережитые эмоции в тот момент, когда впервые услышала свой диагноз – рак молочной железы, она помнит и сейчас. У меня руки, вот опустились руки. Я стала внимательно, посмотрев в глаза врача. Как сейчас помню, у него большие глаза, так я на него посмотрела. А он говорит, у тебя есть физическое развитие, ты преодолеешь все. Преодолеть в борьбе с этим заболеванием женщине пришлось немало. Кроме операций, более 30 курсов химиотерапии и 4 курса лучевой терапии. В самый тяжелый период жизни ей больше всего помогла поддержка близких. Больше всего поддержал, конечно, муж. У меня было два сына, самому младшему было 15 лет. Конечно, моя семья делали все для меня. Они не разрешали мне физический труд, они не разрешали печь хлеб, они сами хлеб пекли, потому что в это время, когда я получала химию и лучевую терапию, нельзя было возле огня, возле плиты. Они сами готовили, они сами стирали, они все делали для меня. И потом женсовет города Рыбниц очень мне поддерживал и помогал, очень. И приезжали ко мне, и оказывали материальную помощь, и продуктами питания, и всячески вот вечера организовывали, какие-то концерты. Даже в больнице приходили, исправляли мой день рождения возле палати. И, в общем, мир хороший, добрый, и мы должны делать его добрее. Юлия очень долго задавала себе вопрос, от чего и почему у нее возникла эта болезнь. Проанализировав и перечитав массу информации на эту тему, она пришла к выводу, вероятно, толчком к развитию этого заболевания стал избыток жизненной энергии, которую она не смогла реализовать. Я расскажу про себя. Немножко я читала об этой заболевании, что у нас атмосфера, но я живу в прекрасном райском уголке, где я проживаю, транспорт не ходит, у нас сосновый бор, и воздух чистый, я занималась спортом, и я себя не реализовала. Вот в жизни как бы я родилась как будто творческим человеком, я должна была заниматься творчеством, а я попала, вышла замуж в село, маленькое село, но решила остаться и все-таки в этом селе что-то делать для того, чтобы село процвело, было красиво, и людям было весело жить. И я решила остаться в селе. Но потом были разные нельзя, и я чувствовала внутри, что я не могу, меня как бы закрыли в тюрьму, и у меня началось внутри самосъедание, как будто я сама себя съедала, потому что я не могла выходить, и с той рамки я чувствовала, что я могу делать больше, лучше, не требуя взамен ничего, а как бы от меня отталкиваются, и мне запрет, 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 и это дало мне толчок на такой болезни, это я по себе чувствую. Уже не один год Юлия Павел чувствует себя здоровой, постоянно проходит обследование, издает анализы, чтобы избежать рецидива. Почти самым главным и очень действенным оружием в борьбе с болезнью считают умение бороться с пессимизмом. Вы знаете, я хочу говорить страшный диагноз, я бы не сказала, что туберкулез не очень страшный, не очень страшный. Это не страшная болезнь, это надо просто проверяться, и не опускать руки, ведь жизнь – это борьба, это не то, мы рождаемся, мы боремся, чтобы жили, мы трудимся, как-то создаем свою жизнь, поэтому не надо опускать руки, и не надо плакать, просто надо психологически себя подготовить, что это может случиться, но можно и бороться, и можно жить вот и с этим страшным диагнозом. Сердце – тоже диагноз, печень – это тоже диагноз, сыроз печени – это тоже диагноз, и поэтому это диагноз, нормальный диагноз, как и все остальные. Во-первых, чтобы был успех в лечении, это своевременность и ранее выявление, ранее обращение, и кроме того, человек должен хотеть лечиться, выполнять все, быть законопослушным, беречь свое здоровье и думать о своем здоровье, он должен принимать все рекомендации врача, вовремя приходить на обследование и лечение, и тогда успех есть. Кроме того, болезнь не любит слабых людей. Обычно многие заболевания, одним из провоцирующих факторов возникновения онкопатологии является психоэмоциональное состояние больного. От того, какие эмоции будут у человека. Если эти эмоции часто положительные, хорошие, веселые, добрые, то такие люди реже болеют. И если у них отрицательные эмоции, постоянные стрессы, страхи, ну, нехороший эмоциональный фон, то и болезнь прогрессирует и развивается у таких больных чаще, чем у других. Онкология – одна из областей медицины, которая до сих пор до конца не изучена. Загадкой остаются механизмы возникновения раковых опухолей. Врачи прикладывают все силы для поиска причин бессимптомного течения ранних стадий болезни, разрабатывают новые методики лечения. Усилия ученых всего мира не напрасны. За последние десятилетия в борьбе с этим недугом удалось добиться значительного прогресса. Например, уже известны причины возникновения рака шейки матки. Это одна из очень распространенных онкопатологий у женщин. Это единственный из известных раков, у которого известна причина возникновения. То есть это вирус папиллома человека, обнаруживающийся у 90-100% женщин, заболевших раком шейки матки. И это можно выявить. Есть методы исследования для выявления этого вируса. Это один момент. И второе, то, что рак шейки матки является визуальной формой. То есть является тем органом шейки матки, который можно увидеть при обычном осмотре профилактическом. То есть есть все предпосылки к раннему выявлению этой формы рака. В настоящее время для защиты от рака шейки матки существуют две вакцины. Прививки предназначены для девочек, подростков от 9 до 17 лет и молодых женщин от 18 до 26 лет, неинфицированных вирусом. Ну, прививка эта применяется не так давно, да. Как бы отдаленных результатов пока еще не видели. Хотя за границей, в Англии, она включена в календарь прививок. То есть уже вот так же, как у нас против дифтерии, против кори, точно так же там включена эта прививка в календарь прививок. Кому ее можно делать? Девочкам, не живущим половой жизнью до 21 года, либо женщинам, живущим половой жизнью в течение не более одного года. Еще можно делать эту прививку. Она делается по определенной схеме трижды. Сегодня рак шейки матки занимает второе место в мире среди онкопатологии у женщин до 45 лет после рака молочной железы. Ежегодно в мире этот диагноз ставится почти полумиллионам женщинам и погибает почти 45% из них. Специалисты говорят, профилактические осмотры являются важным фактором снижения смертности от этого заболевания. То есть, если у женщины есть нарушение, менструальный цикл нерегулярный, то, естественно, это уже повод обратиться к врачу-гинекологу. Это было также у моей мамы, также будет у меня, потому что риск у этих женщин больше. Затем в группу риска входят женщины с повышенной массой тела. То есть ожирение, жировая ткань, вот эта вот, которая откладывается в области живота, так называемый ардоминальный или вестеральный жир, он является гормонопродуцирующим, то есть выделяет гормон эстроген, а повышенное количество эстрогена и вызывает появление рака тела матки, рака яичника. В группе риска являются женщины с нарушением менструальной функции, с нарушением детородной функции, то есть женщины нерожавшие, женщины нерожавшие, женщины, сделавшие много абортов. Все чаще говорят о том, что рак – это бомба замедленного действия, и если ее не обезвредить, она уничтожит все живое на земле. Эта болезнь к несчастью уносит жизни не только взрослых, но и детей. Онкология – это болезнь более пожилого возраста, болезнь пожилых людей. Но, к сожалению, в последние годы онкология омолаживается, и часто болеют и дети. Ну, ежегодно у нас впервые выявляются двое-трое детей. Но всего у нас на сегодняшний день состоят 10 детей. В Приднестровье живут около 70 детей, больных этим недугом. Но эксперты говорят, что точной статистики не существует. В современном мире детская онкология лечится. На исход болезни сильное влияние оказывает не только доступность к качественной современной диагностике, но и своевременность лечения. Операции онкологических заболеваний очень дорогостоящие, и поэтому в развивающихся странах 80% всех онкобольных детей умирают от нехватки денежных средств. Часто родители, отчаявшись, обращаются за помощью к общественности, чтобы не упускать драгоценного времени. Акции и различные благотворительные мероприятия организовываются для сбора средств нуждающимся детям. Так, совсем недавно для маленького рыбничанина Вити Петрашко провели фото-выставку с этой целью. Фото-выставка рыбничаний приурочена к помощи больного ребенка, которому требуется дорогостоящая операция. Мальчик маленький, 4 года, ему надо срочно помочь, остается всего лишь месяц. И поэтому мы решили провести такую фото-выставку. Мы решили помочь мальчику таким способом. Благотворительная автовыставка. Благотворительность – это хорошо. У нас есть возможность поучаствовать в судьбе этого мальчика, помочь, приблизить его выздоровление. Глядя на этого озорного и подвижного мальчишку, сложно предположить, что он серьезно болен. Весь прошлый год ребенок провел в больнице. Хочу, чтобы были здоровы все. И чтобы больше не болели. А хочу, чтобы все были здоровы и счастливы. И чтобы никогда-никогда не болели. Хочу. В свои 4 года маленький рыбничанин пережил уже много недетских испытаний. В прошлом году ему был поставлен диагноз – нефробластома, рак почки. Мальчику была проведена операция. Вместе с опухолью удалили левую почку. Он уже перенес 8 химиотерапий. Даже удивляются врачи. После каждой химиотерапии он говорит добрые слова всем. Не злится. Говорит, я вылечусь, я выздоровлю. С добрыми глазами смотрит на все. Хотя очень больной ребенок. Одной почки нет у него. И сейчас лучше не пошел на второй почке. До полного выздоровления Вите необходима еще одна дорогостоящая операция, которую согласны провести в онкоцентре имени Блохина в России. Простые рыбничане откликнулись. Сегодня, благодаря их помощи, мальчик проходит обследование в Москве, несмотря на то, что к настоящему времени накоплены обширные знания о причинах развития рака, принимаются все возможные меры по его профилактике. И с каждым днем совершенствуются методы лечения этого заболевания. В народе по-прежнему широко распространены различные мифы и заблуждения, касающиеся онкологических заболеваний и всего, что с ними связано. Одним из распространенных мифов – это то, что онкология неизлечима. Поставленный диагноз – это приговор. Я не согласна с этим, потому что результат излеченности будет зависеть от того, насколько вовремя человек обратился и насколько вовремя диагностировано заболевание. При первой-второй стадии, в принципе, частота излечения достигает 80-90%. Это очень большой процент. У нас очень много женщин стоят на учете уже годами, больше 20 лет с раками. Поэтому я считаю, что это не приговор. Главное, не бояться и вовремя обратиться. Этому мифу не один десяток лет. И если в середине прошлого столетия он мог быть оправдан, то сегодня данное утверждение не более чем вымысел. За счет бурного развития современных методов диагностики онкологические заболевания сейчас легко определяются на начальных стадиях, лечатся. И с таким диагнозом большинство заболевших живут долгие годы. Вот, например, отчет за 2013 год. Злокачественные заболевания. Всего выявлено и взято на учет онкологам 239 онкобольных со злокачественными заболеваниями. Из них с начальными стадиями, первой и второй стадии, 122 больных, с третьей стадии 68 больных, и с четвертой стадии 49 больных. Состоят под наблюдением на конец отчетного года 1393 больных. А вот вылеченных больных, которые состоят у нас на учете 5 лет, прожили после лечения 5 лет, и больше составляет 500 человек. Любая болезнь приходит неожиданно, а диагноз онкопатология в психологическом плане у многих вызывает страх. Тем не менее, во многих случаях существуют эффективные методы лечения и профилактики осложнений. Сегодня рак удается лечить, и продолжительность жизни онкологических больных существенно увеличилась. Вне всяких сомнений, рак является тяжелейшим заболеванием, и поэтому важно знать о нем как можно больше, чтобы не только вовремя выявить эту патологию, но и суметь предупредить ее. По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье людей на 50% зависит от образа жизни и питания, на 40% от состояния окружающей среды и лишь на 10% от уровня здравоохранения. Здоровый образ жизни в контексте этих данных – далеко не пустой звук или новомодное увлечение, а реальный способ избежать большого количества проблем со здоровьем, в том числе и онкологических заболеваний. Продолжение следует...